Здравствуйте, мои знакомые и незнакомые зрители! Мы с вами в Риме, в столице Италии. Сегодня у нас с вами интересное путешествие в мир Ордена Иезуитов. И говоря о нем, мы с вами посетим две очень красивых римских церкви, увидим очень и очень красивые росписи и побываем на одной из главных площадей города. Мы стоим сейчас с вами перед фасадом барочной церкви Иль-Джизу или церковью святого имени Иисуса. На фасаде мы видим две скульптуры, двух иезуитов. Сан-Иньяцо Лайола, о которой мы сегодня будем говорить много. Франциско Ксавера, вторая статуя, между ними картушь с символом Ордена Иезуитов. И прежде чем отправиться смотреть эту красивейшую церковь, мы с вами посмотрим станцы святого Иньяцо Лайола. Человека, без которого Ордена Иезуитов бы не существовало, ибо Лайола был его основателем. В танцах Лайола провел последние годы своей жизни. Их предваряет коридор, гениально расписанный Андреа Потсу в 1680-х годах. Запомните это имя, мы будем говорить об Андреа Потсу сегодня много. Коридор этот расписан в стиле иллюзорной перспективы, которая так удавалась Потсу. На стенах коридора мы видим сцены из жизни Лайола. А пока вы рассматриваете комнаты, где он жил, я расскажу, кто он и почему ему суждено было возглавить Орден Иезуитов. Так уж случилось, что Иньяцо де Лайола суждено было стать одной из ярчайших фигур контрреформации. Родился он около 1491 года на территории нынешней страны Басков. Происходил из древнего родов, молодые годы состоял на военной службе и так себя описывал в тот период. Внимательный к своей наружности, падкий на успех у женщин, смелый в своих ухаживаниях, придирчивый в вопросах чести, ничего не боявшийся, дешево ценивший жизнь свою и других, я предавался роскоши. В одном из сражений Лайола был тяжело ранен, перенес несколько тяжелейших операций, и в процессе выздоровления он потребовал принести ему из семейной библиотеки рыцарские романы, но таковых не оказалось. А в библиотеке оказались жития святых. Он начинает их читать и понимает, что героизм святых был гораздо сильнее героизма его, военного человека. Лайола начинает переосмысливать свою жизнь. Он приносит обет целомудрия, посещает святые места на испанской земле, и в душе его начинают бороться одно против другого искушение и стремление к очищению от грехов. Он переживает духовный кризис и уже готов покончить с жизнью, однако этот кризис он сумел преодолеть. И в 1523 году Лайола совершает паломничество в святую землю. Он приходит к необходимости проповедовать, а для этого нужны знания. Он поступает на учебу сначала в Барселону, затем едет в Париж, и в 1534 году он получает степень доктора. В Париже он знакомится со своими будущими друзьями и единомышленниками. Они хотят создать группу, посвященную служению Христу. В 1537 году Лайолу принимает папа Павел III, Александра Форнеза, старший нам уже знакомый. В 1540 году папской буллой утверждается новый орден общества Иисуса, орден иезуитов, которому было суждено сыграть большую роль в ходе контрреформации. Католической церкви нужна была какая-то новая, свежая, мощная сила. Прежние ордена францисканцев, бенедиктинцев потеряли свою силу. Церковь теряет свои позиции. В Европе идет реформация, идут движения, раскалывающие католичество. Кроме того, турки оказывают очень сильное давление военно, и церковь должна была сплотить Европу, церковь должна была сплотить христианский мир. Поэтому папа уцепился за идеи Иньяцо де Лайола. Иезуиты демонстрировали сильнейшую дисциплину. Иезуиты готовы были себя представить новой армией Христа. И поэтому Иньяцо де Лайола, существуя такое предположение, стал прообразом Дон Кихота у Сервантеса. К сожалению, церковь Эль-Джизу так и не была начата при жизни Лайолы. И начата она была лишь только при племяннике Павла Третьего, при Александре Фернезе Младшем, которого мы уже знаем. В проекте церкви участвовали великие. Первый проект был заказан Нани Дибачу Биджо, а продолжали эти проектные работы Микеланджело Бонаротти, Джакомо де Виньоло, Джакомо де Лапорто. Он и закончил церковь в 1584 году. Церковь Эль-Джизу стала образцом для строительства иезуитских церквей в разных странах. Строительство церкви Эль-Джизу явилось поворотным моментом в истории католичества. Это был первый храм, построенный в соответствии с решениями Триденского собора. И он был призван усиливать пошатнувшиеся позиции католической церкви в рамках контрреформации. Со стороны церкви этот проект курировал не только Александр Фернезе, но был назначен и архитектор атеизуитов Джованни Тристану. Ну и, пожалуй, самая важная капелла этой церкви, капелла-часовня Сан-Иньяццо, которая посвящена святому Лайоле, оформляли ее великие Джакомо де Лапорто, Пьетро де Картана, а алтарь спроектировал Андреа Потсу. Внизу в позолоченной урне прах святого Иньяццо Лайола. А само полотно, которое закрывает нишу со статуи, приписывается Андреа Потсу. На нем в верхней части Иисус Христос передает святому Иньяццо знамя с монограммой святого имени. А ниже два ангела слева с открытой Библией, а справа символами четырех континентов Земли, известных на тот момент. Каждый день в 17 часов 30 минут в капелле Лайолы в церкви Эль-Чесу устраивается действие, посвященное святому Иньяццо. И полотно с росписью, уходя вниз, открывает нишу со статуи святого. Статуя святого Иньяццо – это уже копия. А вот ее серебряный оригинал работы Легро 1698 года был переплавлен в 1798 году для выплаты контрибуции французам войскам Наполеона Бонапарта. Копия, украшенная драгоценными камнями, выполнена в мастерской Антонио Канова. Справа мы видим женскую фигуру. Это религия, которая борется с ересью. Ну а самая, пожалуй, интересная и важная роспись в церкви – это роспись свода, которая выполнена учеником Бернини Джамбатиста Гаули по прозвищу Бачичья, что на диалекте Генуя, откуда он родом, означает вариацию его имени Джамбатиста. Роспись выполнена в манере трюмплеоль. Это обманчивая видимость, одна из родновидностей перспективных росписей в стиле барокко и рококо. Плафон выполнен по проекту Андрея Поццо и сочетает в себе и роспись, и скульптуру. В самой верхней точке мы видим источник света, в котором читается монограмма святого имени. Триумф имени Иисуса – так называется эта роспись. К свету приближаются праведники, а грешники – в нижней части росписи в темных тонах. Фигуры как бы отбрасывают тень на свод церкви, создавая эффект объема, эффект 3D, на который сюда приходят посмотреть специально. Гаули работал над фреской с 22-летнего возраста, а закончил ее лишь в 40. Ну а для удобства рассмотрения росписи плафона в церкви установлено вот такое зеркало. Мы с вами покидаем церковь Иль-Джизу, к разговору о иньяции Лайола мы вернемся еще, а мы с вами выходим на Венецианскую площадь, которая находится буквально в нескольких шагах от церкви Иль-Джизу. Именно здесь проживал папа Павел III, который подписал бул об учреждении иезуитов и подписал указ о строительстве церкви Иль-Джизу, которая находилась совсем рядом. В XVI веке в здании дворца проживали послы Венецианской республики, откуда он и получил свое название. В небу встроена церковь Сан-Марко и считают, что здесь когда-то находился дом, в котором святой Марк-евангелист останавливался, будучи в Риме. Наверное, поэтому венецианцы и выбрали этот дворец, потому что Сан-Марко является покровителем Венеции. Если мы посмотрим с вами на окна, то без труда увидим их ритмичное расположение на разном расстоянии друг от друга. В XV веке считали, что такое расположение будет пугать злых духов, и они не смогут попасть внутрь. Кстати, материалы для этого дворца заимствовали частично у Колизея. А вот во времена фашизма здесь располагалась резиденция Бенито Муссолини, и здесь находится знаменитый балкон, с которого он выступал и принимал парад. Кстати, под венецианским дворцом не так давно был обнаружен бункер Муссолини. А вот напротив венецианского дворца находится здание Близнец, которое возвели в 1906-1911 годах для штаб-квартиры страховой компании Дженерали из Триеста, и эта компания здесь находится и по сей день. Здесь же, совсем рядом с этим зданием, располагался дом, где проживал Микеланджело Буонаротти. К огромному сожалению, дом до наших времен не сохранился. Здесь же на Венецианской площади располагается дворец Бонапартов, где с 1818 года жила мать Наполеона Летиция, которая бежала в Рим после свержения сына. Ее с удовольствием приняли, потому что семья была итальянская. Существует анекдот, будто бы мать любила сидеть на этом балконе и обсуждать проходящих итальянок, будто бы Наполеон приказал закрыть этот балкон ставнями, однако это вымысел, потому что Наполеону уже в 1818 году было не до этого, а кроме того, мать обладала плохим зрением. Один из фонтанов площади Венеции, которые строили по проекту Пьетро Ломбарди в 20-х годах прошлого века, которые должны были отражать специфику района, мы видели такой же на улице Маргута, фонтан художников. Итак, этот фонтан шишки, помните шишку в Ватиканском дворе? Так вот, она была найдена в этом районе. Она украшала фонтан, который располагался здесь, недалеко на Марсовом поле. Мы сейчас с вами пройдем во дворе Квенецианского дворца, и здесь нас встречает по дороге говорящая статуя Рима. Это те статуи, на которых было принято оставлять Пасквиль с критикой в адрес властей. Называется она Мадам Лукреция. Возможно, это статуя богини Исиды, но названа она по имени своей владелицы Лукреция Виоланья. Ну а в самом творе Квенецианского дворца я вас привела показать вот этот фонтан 1730 года, очень красивый, посвященный обручению Венеции с морем. У подножья женской фигуры, которая символизирует Венецию, находится лев, символ Евангелиста Святого Марка, покровителя Сирениссимы. Мы видим, что Венеция и лев стоят на раковинах, которые поддерживаются тритонами. Фонтан символизирует владычество Венеции на море, а сама женская статуя венчается шапочкой Доджа. Что касается пути, которые окружают фонтан, то они держат гербы завоеванных Венецией территорий. Мы с вами потихонечку возвращаемся в центр и опять видим говорящую статую. На сей раз это Факино, небольшой фонтанчик на углу Виа Корсо и Виа Лата, единственный неантичный представитель говорящих статуй 16 века. Изображает он водоноса, который продает питьевую воду из своего бочонка и иногда приписывается работе Микеланджело. Ну а мы с вами продолжим разговаривать об Иньяцуо Лайола и для этого нам нужно с вами вернуться практически к правительственному кварталу Рима. Мы выходим на площадь, на которой находится церковь Сан Иньяцуо Лайола и видим красивый барочный фасад, который нам очень и очень напоминает церковь Эль-Джизу. Не правда ли? Фасад этот спроектировали архитекторы-езуиты Орацио Грасси и Карло Модерно. Очень ощущается его барочность. И давайте войдем в эту церковь. Завершение строительства и этой церкви Святой Иньяцу не увидел. Началась эта история с того, что некая знатная дама подарила обществу Иисуса участок земли, на котором монахи решили построить часовню. Однако денег у них не было, поэтому они вынуждены были трудиться на строительстве сами и первоначальное здание церкви было завершено в 1567 году. А в 1580-м Папа Григорий XIII внес очень большой финансовый вклад в расширение этой церкви. Когда-то здесь находился колледж, который заложил еще Святой Иньяцуо. И вот выпускник этого колледжа, Папа Григорий XV, поручает своему племяннику, кардиналу Лудовика Лудовизе, построить новую грандиозную церковь. И в 1626 году, четыре года спустя, после канонизации Иньяцуо-Лайола, фундамент новой церкви был заложен. Строительство было завершено к 1650 году. Но начну я с капелла Лудовизе. Только фото, видеосъемку не смогла сделать. Здесь находится надгробный памятник Папе Григорию XV и его племяннику Людовику Лудовизе, кардиналу, которые строили эту церковь. Мы видим женские статуи. Они трубят славу семейству Лудовизе, а женские фигуры внизу – это религия и щедрость. Пути держит медальон кардинала Людовика Лудовизе. В этой капелле покоятся останки святого Роберта Белармении. Конечно, он был иезуитом, богослов, писатель, кардинал. Он возглавлял процессы против Галилео Галилея и Джордана Бруно. Галилео Галилея, как известно, осудили к тюрьме, а вот Джордана Бруно сожгли. В эмоции ангелы никого не напоминают? Вы не ошиблись? Если подумали сейчас об ангелах на мосту святого ангела, который ведёт к замку святого ангела, на том мосту стоят копии работ Бернини и его учеников. Так вот, эти ангелы – это не копии, это оригиналы работ учеников Джан Лоренцо Бернини. Так вот, на момент освещения церкви потолки её не были расписаны. Вопрос финансовый, как обычно. Здесь планировался купол, но Лудавизе отказались финансировать эти работы. Тогда приглашённый Андреа Потсо предложил создать иллюзию купола и решил её в технике троп-лёль. То есть вот эти самые обманные росписи. Потсо был математиком, инженером и иезуитом, конечно. И сейчас мы можем видеть этот великолепный обманный купол. Это плоскость. Купола этого не существует. Но вот в этой церкви мы можем видеть людей, занимающих такие позы, чем они заняты. Они заняты любованием росписью потолка, которую выполнил тот же Андреа Потсо и выполнил гениально. Роспись потолка поразительна с точки зрения эффекта созданного объёма. Возникает полная иллюзия объёмного пространства с парящими в небесах фигурами, устремлёнными к какой-то бесконечной высшей точке, которая определяется фигурой Бога Отца, летящего над фигурой Иисуса Христа, возносящегося с крестом. Весь же сюжет росписи плафона – это видение святого иньяца Улайола в местечке Ла-Сторта под названием «Триумф святого иньяца Улайола». Во время молитвы в церкви Ла-Сторта иньяца Улайола узревает Бога Отца, который посылает свет истины Иисусу Христу, а он, в свою очередь, передаёт этот свет иньяцу Улайола. Улайола делит его на четыре части и посылает на четыре известных в то время континента Земли. Это символизирует амбиции нового ордена иезуитов распространить религию католическую на все континенты. Вся картина словно бы борется с законами притяжения, она подчинена идее древнегреческих храмов под открытым небом. Иллюзия 3D-росписи создаётся за счёт того, что в процессе работы Андреа Потсо использовал специальные проекционные фонари, им же спроектированные, и благодаря им он достигал нужного ракурса фигур. Однако сам сюжет, который использовал Потсо, несколько воинственен. Потсо использует таких персонажей, как Юдиф, Элаферн, Давид, Голиаф, Самсон и терпящих поражение фолестеблян. Континенты Земли здесь изображены в виде четырёх женщин, каждая из которых попирает прикованных гигантов, которые символизируют ересь и порог. Европа изображена как королева, едущая верхом на лошади. Америка – это индианка с короной из перьев. Африка – женщина с тёмной кожей, которая держит крокодила. Азия – женщина, сопровождаемая верблюдом. Ну что же, вы видите, какие мощные фигуры от искусства стояли тогда на службе у Ордена Иезуитов. Я буду заканчивать, но хочу сказать, что сегодняшний Папа Римский, Франциск XVI, тоже является Иезуитом. А глава Ордена Иезуитов Артура Соса Абаскаль, как и Папа Римский выходец из Латинской Америки, в 2017 году прославился скандальным заявлением о том, что дьявол является лишь символической фигурой, выражающей зло. Ну, я заканчиваю, и до следующего воскресенья. Всего доброго.